Всем привет! Меня зовут Ангелина и вы пали на мой канал. Сегодня я расскажу вам о своей диете. Давайте начнем. Последние две недели я следовала аутоиммунному протоколу. Что это такое? Это разновидность палеодиеты. Этот протокол направлен на то, чтобы вогнать организм в реминихи. Суть заключается в том, чтобы не есть продукты, вызывающие воспаление в организме. Сегодня, кстати, последний день этой диеты. Поздравьте меня. Что я хочу сказать. В начале диеты все было просто замечательно. Ну, то есть... Ну, я, конечно, испытывала тягу ко всему вкусному. Это естественно. К концу диеты, как бы, все. Я начала себе увеличивать порции. Потому что, во-первых, при диете нужен нормальный сон. Высыпаться с диетой очень важно, потому что иначе вам не будет хватать сил. Я начала так питаться, и я думала, о, все, здоровый образ жизни, ПП, Е, круто. Я сейчас как вообще город сверну, все, там, вперед, е-мое, к успехам, к вершинам, на иверя залезу. Нифига, у меня не хватает энергии, возможно, потому что я не сплю, но, возможно, потому что мне не хватает микроэлементов. Что же включает в себя этот аутоиммунный протокол? Список продуктов, которые можно при аутоиммунном протоколе, будет у вас на экране. Запрещаются глютеносодержащие продукты. Глютеносодержащие продукты – это хлеб, руки, лапша и так далее. Придется отказаться от хлеба, лапши, булок, сдобы, тортов, пироженок. Вообще, все самое вкусное. Естественно, нельзя сахар, потому что сахар – это самый главный фактор, который вызывает у вас процессы в организме. Он поддерживает среду для нежелательных микробов, бактерий. Простите меня, биологи, пожалуйста. Нельзя молочку, молоко, кефир, йогурт, творог, сыр. Все вот это – нет. Также нельзя яйца. Нельзя все виды шоколадных изделий. Шоколадки, не шоколадки. Нельзя также алкоголь. Растения, содержащие эликсины – это томаты, перец болгарский и тому подобное. Нельзя дрожжи кушать, ну, хлеб, да, там, опять что-таки, выпечка. Противоспалительные таблетки – нельзя. И также антибиотики. Семечки, орехи и различные подсластители. Кстати, вначале я ела орехи, потому что, ну, это была единственная отрада в моей жизни. А потом я сказала, что орехи нельзя так, классно. Хочу есть. Также нам нельзя горчицу, кунжут, кардамон, зерно, сорга, крупы. Но из круп можно гречку и бурый рис. Следует забрать пищу, которая содержит большое количество консервартов Е. Ешки. Что же кушать можно? Папа солили. Что теперь они варятся? Ура. Креветки уже готовы. Следующим у нас пойдет авокадо. Я постаралась его максимально измельчить. У меня хлебцы гречневые и безглютеновые. Потому что глютен по диете нельзя. Вот и мой инстаграммный ужин. Я постаралась более-менее выложить все красиво. Получилось, правда, неплохо. Так что будем кушать. Мне приятного аппетита. На завтрак у меня замечательный винегрет. Этот винегрет состоит из овощей, которые были запечены в духовке. Тут только морковка, свекла и квашеная капуста. Красота, что... Сейчас черек заварим. Зацените кружечку. Кто это? Кто это? Напишите в комментариях. Сейчас буду заваривать себе травяной чай. Чтобы заварить траву, нам понадобится бокал. Трава. Вот это у меня чабрец. Я не люблю много чабреца. Вот столько мне хватит. И вот мята. Мята это отдельная любовь вместе с мелисой. Ну вот мелиса. Или это мята. Не важно. Та-дам! Заваренная трава готова. Приятного аппетита! На обед у меня безглютеновая лапша, котлетка в духовке, травяной чай и винегрет. Приятного мне аппетита! Безглютеновая лапша дороже, чем обычно, в два раза. Но это очень вкусно. За наше здоровье. На ужин у меня плов, ну как рис с говядиной, этот винегрет. Я его наконец-то доем. И травяной чай. Вот чайник вскипел. Вот такое вот у меня разнообразное питание. Да, красиво, красиво. Это мой десерт. У тебя сейчас аллергия. Ммм, шоколад. Всем привет. Я пришла из школы. Сейчас время 18 минут 5. У меня намечается обед. Тоже у меня на обед. Вам интересно? Конечно. Тут у меня рис, который я ела на завтрак. Ой-ой-ой. Питаюсь рисом всегда. Капуста квашеная. И на десерт банан. До встречи. Тебе еще укропчика взяла. Итак, это мой ужин. Тут у нас брокколи вареное. Креветочки. Огурчик. Это мой чай. Отлично. Большие, да? Ну да. Это мой... Это мой перекус. Ой, это мой... Это мой... Кто это? Десерт. Купим 4 красотка. 4 пищи. По осени в красоте не залежь. Конец. Приятного аппетита. Привет. Сейчас полпятого. Я пришла из школы. Что же у меня на обед? Это гречка с мясом. Это мясо? На уголь похоже какое-то. Ну ладно. Конечно же, чайок с лимоном и травой. Сало. Это тут хлебец. Десерт. Многовато, скажете вы? Ну, я скажу вам. А почему нет? Кстати, я так и не поняла, что это такое. Апельсин или мандарин. Потому что кожура очень жесткая. Чистится тяжело. Само оно твердое. Ну, как апельсин. Но он маленький, как мандарин. Причем мне все равно. Я это съем все равно. Тарелка фруктов. Что ж. Приятного мне аппетита. Посточек. Так. На ужин у меня сегодня брокколи. Тут вот замечательная рыбка. Из духовки. Еще пара от нее идет. Клево. Не, ну это просто шикарно. Это самая сбалансированная тарелка в моей жизни. А пьем мы траву с лимоном. Я такой повар просто не могу. Вот это мой десерт. Ну все. Такие дела. Что это за черная штука? Что это такое вообще? Ну ладно. Забудем. На завтрак гречка. Огурец. Хлебец гречневый с авокадо, огурцом и кибеток с травой. Приятного аппетита. Всем привет. У меня тут что-то типа обеда. В 4 часа дня. Ага. Я себе натерла морковку. Теперь вот надо налить сюда маслице. Вот шушуть. Вот такой вот у меня обед. Ну все. На ужин у меня безглютеновая лапша. Курочка. Отваренная. Морковка. Капуста. Квашеная. Красивая такая. Любимый кипяток с травой. Выглядит вкусно. Лапшу я люблю. Ну, курочку давно не ела. Так что приятного аппетита. Завтрак. Гречка с маслом и солью. Хлебец с авокадо. И травяной чай. Всем привет. У меня тут обед. Это лапша. Ура. Я села обедать. Так, на обед. Лапша с маслом. Потому что она сухая. Я ее погрела. Теперь она не сухая. Странно. Огурчик. Хлебец с салом. Кипяток уже без травы. А с лимоном. Потому что не хочу траву. И капуста. Квашеная капуста. Ну вот. Я буду кушать. Пожалуй. Всем приятного аппетита. Продолжение банкета. Курага. И. Ну, да. Тут с этим все понятно вроде. Брависсимо. Ужим. 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 Это. Что же это? Это я сварила себе брокколи. Вот это. Это скумбрия на гриле. Она вкусная. Вот это просто рыба в духовке с луком. это морковка с оливковым маслом мне мама потерла ну как сказать чаечек приятного аппетита это мой десерт доброе утро сегодня у меня морковка с маслом рыба на гриле и лимон для антуража всем приятного аппетита сегодня пятница мой обед опять начинается в 4 безглютеновая лапша с маслом вот наш любимый кипяток с лимоном и с травой а вот это стоит какой-то укроп огурец нарезанный рыба рыба в духовке это вообще хлебец с салом выглядит красиво выглядит замечательно я считаю ужин ужин у меня состоит из брокколи куриные ножки вот так вот я поем сейчас приятного аппетита я не знаю зачем я это говорю просто попреку мама ты не солила да воду с брокколи это вообще не соленая варите в брокколи в соленой воде потому что если не сварить в соленой это уже не плохо десерт бананы курага и чай был командиром ракетного корабля ла 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 итак это мой обед курочка в духовке брокколи Домашняя курица в духовке, огурец свежий и сало на хлебце гречневого, безглютенового, всё. Блин, ты как, Тоша. На десерт. Салат из фруктов, это грейпфрут и банан. Да, странное сочетание, но всё, что было в холодильнике, то здесь. И чай. Любимый кипяток с водой и лимоном. Приятного аппетита! Уже курочка, морковка, просто морковка, натертая и чай. Поправочки в расписании, резька с морковкой. Я забыла воду скипятить, теперь вода сырая с травой. Вкусно! Вот это цвет. Я готовлю себе салат, виноград, банан и ещё курагу я сюда добавлю. Прикиньте, как интересно. Потому что яблоки Мирослав съел. Фруктовый салат, фруктовый салат, банан, курага, виноград. Смотрится странно, согласна. Но всё, что было дома, то у меня в тарелке. Чай. Очень вкусная штука. Сочетание винограда с бананом, обалдёжное. Банан с гриппфрутом тоже очень хорошо сочетались. Мне очень понравилось. Потому что гриппфрут даёт такую горечь, а банан своей сладости компенсирует. И это очень интересное сочетание. Что из этого следует? Я похудела на 1 кг с этой диетой. В целом у меня стало меньше прыщей, каких-то высыпаний на коже. Это прикольно. Естественно, это очень круто. А попробуйте аутоиммунный протокол. Но это был очень интересный опыт. Эта палеодиета была непростым вызовом для меня, поскольку я живу в степной области. Климат резко континентальный. Очень сложно найти зимой свежие овощи, фрукты. То есть я выкручивалась как могла. Сложно было составить меню, придумать чем питаться. Потому что круг тех вещей, которые доступны мне, был очень ограничен. Мы выживали как могли. И мы смогли это сделать. Очень интересно, как питаются люди, которые следуют палеодиете. Спасибо всем большое за просмотр. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам. До встречи в новом видео. Всех добре. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok